В эфире новости губернии и вот о чем расскажем. Самое страшное в этой жизни это увидеть своего любимого человека просто с раздробленной головой. В Иванове начали судить Хачатура Тарханяна. Он обвиняется в убийстве Павла Федосеева. Молодой мужчина был застрелен на улице Кузнецова. Резонансное ЧП в Иванове взорвался гараж. Крыша сорвала, со стены упала. Также пострадали три соседних бокса. Под завалами обнаружили двух братьев. Они их погибли. Расскажем, что еще известно к этому часу. Бывший начальник транспорта Кинишмы обложил предпринимателя поборами. Суд квалифицировал это как взятку и приговорил бывшего чиновника к восьми годам колонии строгого режима. Где вы еще увидите такое море, как на улице капитана Петрачкова? Вокруг жилые дома, офисы, а вода все прибывает и прибывает. Где же пройти пешеходу и поставить машину для разгрузки магазин? Городские награды вручили преподавателям и сотрудникам энергоуниверситета. Наша съемочная группа побывала на церемонии и узнала, почему для торжества выбрали не зал, а лабораторию. Очень жарко. Плохо видно. Страшно. Иду. Очень хорошо. Сменить микрофон на тяжелую униформу и каску. Несколько журналистов региона перевоплотились в огнеборцев на пару часов, тушили пожар и искали пострадавших. Настоящие леды, белые медведи, артисты со всей России. В Ивановском цирке для детей участников СВО показали программу «Айсберг». В Иваново на карете прибыл Дед Мороз. Его встречали детвора и наша съемочная группа. Информационные итоги дня подведем в прямом эфире. С вами Наталья Сергеева. Добрый вечер. К восьми годам колонию строгого режима приговорили бывшего кенишемского чиновника Александра Яковлева. Он возглавлял в администрации райцентра отдел транспорта и связи. Александр Яковлев был задержан в 21-м году. Следствие. А теперь и суд посчитали, что в течение пяти с лишним лет кенишемский чиновник получал через посредника деньги от перевозчика. А в ответ оказывал ему содействие в предпринимательской деятельности. Ежемесячно Яковлеву должны были передавать по 100 тысяч рублей. В общем итоге, по подсчетам правоохранителей, чиновник получил 6 миллионов 50 тысяч рублей. Это особо крупный размер. Суд признал Яковлева виновным и приговорил к восьми годам колонии строгого режима. Также он должен выплатить штраф 12 миллионов 100 тысяч рублей. В Иванове начали судить Хачатура Тарханяна. Он обвиняется в убийстве Павла Федосеева. Молодой мужчина был застрелен 18 января на улице Кузнецова. Из зала суда репортаж Дарьи Костиной. Во Фронзенском суде начался громкий процесс. Судят Хачатура Тарханяна. Его обвиняют в незаконном хранении оружия и убийстве Павла Федосеева. В зал суда его доставили под конвоем. Потерпевший, родители и супруга погибшего не были против съемки. Обвиняемый тоже только попросил не показывать лицо. Суд учел его пожелания. Хотя лицо многие видели в ориентировке, которую размещали правоохранители. Хачатур Тарханян являлся молодым человеком бывшей жены Павла Федосеева. Экс-супруги воспитывали двоих сыновей. В ходе общения с несовершеннолетним Федосеевым стало известно о том, что Федосеев в ходе телефонного звонка угрожал своему сыну, а также напугал его, в связи с чем у Тарханяна возникла личная неприязнь к Федосееву, а также желание пресечь дальнейшую его агрессию по отношению к Федосееву. Что и как было, будет еще устанавливаться в суде. Обвинение считает, Федосеев с претензиями Тарханяна был не согласен. Через общего знакомого мужчины договорились о встрече. На нее Тарханян приехал с пистолетом Макарова. Сходу трижды выстрелил в голову Федосеева. После чего скрылся, был объявлен в международный розыск и задержан в Армении. Вину в зале суда он признал полностью, но с уточнением. Что за уточнение, станет известно позже. Когда прокурор зачитывал полученные Павлом Федосеевым телесные повреждения, его супруга плакала. Никак не пережила до сих пор. Мне кажется, у меня состояние шока. Потому что нет никакого осознания, тем более нет никакого принятия. Ребенок в пять месяцев остался без отца. Я осталась без любимого человека. И я хочу сказать, что самое страшное в этой жизни – это увидеть своего любимого человека просто с раздробленной головой, лежащим на снегу в 30-ти градусный мороз. Мой муж просто пошел в спортзал. После чего он должен был вернуться, и мы собирались ехать купаться на крещение. Елизавета Рождественская рассказала, у Павла и сыновей от первого брака были прекрасные отношения. Об этом говорит и мама Павла – бабушка мальчиков. Их портреты были на заставке телефона Федосеева, а пароль – дни рождения сыновей. Елена Федосеева не исключает – Павел мог поругать за плохую оценку или поведение, как любой любящий отец. Но в проблему это не превращалось. Даже после развода детей сваты крепко дружили. Были вместе за 13 дней до трагедии. Никакого конфликта не было. 5 января мы находились в этой семье. Мы вместе праздновали Новый год. Мы получали друг от друга поздравления. Для нас был шок, что поводом убийства и то, что говорит Тарханян, что якобы разговор с сыном, с отцом. Во-первых, никто не отменял семейный кодекс. Начнем с этого. В смысле, он не лишен родительских прав. Он всячески участвовал в жизни детей. Он отец. На каком основании он не может сделать замечание? У Павла были какие-то разногласия со своими детьми? Нет, никаких разногласий не было. То есть это чисто версия защиты, которую они решили придумать, чтобы хоть как-то, видимо, оправдать то, что оправдать вообще нельзя. И хочется, чтобы подсудимый понял свою вину и получил свое раскаяние. Мне довелось не встретиться в следственном изоляторе, и я не увидел раскаяния в его глазах и в его ответах на вопрос, который я ему задавал. Ну и мое сугубое мужское мнение – это произошедшее убийство не является ни в коем мере мужским поступком. В затылок стреляют только трусы и подонки. Поэтому и добивать еще лежащего, еще двумя дополнительными выстрелами – это не красит человека ни в коем мере. Родители и супругу убитого рассказали, намерены добиваться переквалификации дела на более тяжкую часть 105-й статьи. И рассчитывают на справедливое наказание. А это, по их мнению, максимальный срок. Дарья Костина, Денис Железов, телекомпания «Барс». Резонансное ЧП в Иванове вечером в воскресенье. Жители улицы Ермака услышали звук, похожий на взрыв. Позже выяснилось, в гаражном кооперативе крыша одного из боксов сорвалась и рухнула. Через пару часов под завалами спасатели нашли двух мужчин. Они погибли. В воскресенье около 9 вечера на улице Ермака рядом со стадионом «Текстильщик» обручился гараж. Крыша сорвалась, со стены упала. Также пострадали три соседних бокса. Огня не было. Сейчас завал уже разобран. В разрушенном боксе машины не было. Китайский кроссовер стоял перед воротами. Один из очевидцев взрыва сообщил пожарным, возможно, под завалами люди. Соответственно, пожарные и спасатели своими силами отогнали автомобиль и приступили к проведению поисково-спасательных работ. Для разборов привлекался кран, фронтальный погрузчик. Также привлекался специализированный пожарно-спасательный часть кинологический расчет. Кинолог вместе с собакой подтвердили нахождение людей под завалами. В 21.55 под завалами был обнаружен первый погибший. Через час нашли второго мужчину. В МВД уточнили, это два брата 34 и 44 лет. Рассматривались две версии ЧП. Взрыв печи, который отапливали гараж, либо газосварочного аппарата. Однако при разборе завалов элементов сварочного оборудования не обнаружили. Один из погибших был в медицинских перчатках. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. По версии следователей, гараж обрушился вследствие возгорания, предположительно, газовоздушной смеси. В настоящее время следователи и криминалисты следственного управления провели осмотр вместо происшествия, назначенной судебно-медицинской и взрывотехнической экспертизы. По уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Алина Марычева, Максим Шишкин, телекомпания «Барс». Нас сейчас расскажем о других происшествиях. Несколько смертельных ДТП произошли за выходные в регионе. В аварии на трассе Тейково, Гаврилов-Посад погибли два человека. В субботу утром столкнулись отечественные приоры и китайский хавал. По предварительным данным, причиной ДТП мог стать выезд на встречку. Машины смяло и разбросало в разные стороны. По нашей информации, в китайском внедорожнике ехал игумен Гавриил. Это настоятель мужского монастыря креста Господня Вантушкова. Серьезных травм он не получил. А вот рядом сидела его мама, монахиня Мария. Она погибла. Погиб также и водитель приоры. Еще одно смертельное ДТП зафиксировано в районе Синей Осоки. Вечером в субботу на трассе Иваново-Владимир столкнулись Киа-Рио и фура с полуприцепом «Вольво». После столкновения машины вспыхнули. Легковушка сгорела полностью, а вот фура пострадала чуть меньше. Сгорели кабины и моторный отсек. В ликвидации последствий участвовали пожарные. Применялся бензоинструмент. Без жертв также не обошлось. Погиб водитель Киа-Рио. Пожар в Иванове едва не унес жизни женщины. В субботу вечером на Старой Глинищевской улице сгорел частный дом. В огне пострадала 58-летняя женщина. С ожогами 20% тела ее доставили в областную больницу. У женщины термические травмы рук и ног второй и третьей степени. По предварительным данным, к пожару привело короткое замыкание на кухне. 18 кроликов спасли пожарные в селе Зарайское Пучевского района. Там в воскресенье загорелась кровля хозяйственной постройки. Оттуда удалось спасти животных. С огнем пожарные справились быстро и не допустили, чтобы он перекинулся на рядом стоящий дом. Причиной возгорания предварительно называют короткое замыкание. Ну и еще один пожар произошел в Иванове. Горел банный комплекс «Русские бани». По предварительной версии МЧС перекалилась печь. От этого огнем охватило кровлю и второй этаж двухэтажного строения. Пожар потушили, но площадь повреждения составила 72 квадратных метра. Теперь к непогоде. Она оставила без света Ильинский район. От мокрого снега пострадали провода. И в результате от электричества были отключены 23 населенных пункта, 1017 частных домов. Без света остались почти 1800 человек. В других районах тоже произошли частичные отключения. Последствия стихии устраняли более 70 человек и 19 единиц техники. Энергетики сообщают, что сейчас работы уже завершаются. Ну и к коммунальному ЧП в Кинишме и Заволжске без холодной воды утром в понедельник остались более сотни домов. В обоих городах причина – авария на водопроводе. Восстановительные работы завершили к середине дня и водоснабжение уже восстановлено. Ну а днем в понедельник на перекрестке улиц Косяково и Коммунальные в Иванове в результате падения башни краном пострадал крановщик. По предварительной информации, автокран вытаскивал грузовик с песком, который застрял в грунте на подъезде к стройплощадке. Однако вытащить машину не получилось. Крановая установка под нагрузкой просто отломилась и рухнула. В результате падения пострадал машинист. С травмами головы его увезли в областную больницу. После обследования у мужчины выявили ушибы головы и грудной клетки. Госпитализация не потребовалась. На место происшествия выехали представители правоохранительных органов. Проводится проверка. Достопримечательное место образовалось в Иванове. Полноводный разлив на улице Капитана Петрачкова. Пешеходам и автомобилистам передвигаться по затопленной улице – это целое испытание. Половодие среди зимы в деталях рассмотрим вместе с Алиной Агашиной. Где вы еще увидите такое море, как на улице Капитана Петрачкова? Вокруг жилые дома, офисы, а вода все прибывает и прибывает. Где же пройти пешеходу и поставить машину для разгрузки магазин? Алексей – водитель-экспедитор. Рассказывает, что из-за такого разлива даже припарковаться затруднительно. Мне приходится сюда каждый раз подъезжать. Обычно я там останавливаюсь. Как бы вот лужа вот посюда. Люди вот обходят все. Вообще ничего не делают. Максим работает рядом с достопримечательным местом. Говорит, что вода никуда не уходит в течение нескольких дней. Перейти, конечно, дорога плохо. Постоянно лужа. Сейчас еще она хорошая. Сейчас она еще пока немножко убыла. Так, на самом деле, она еще и полноводней. И на машине, когда едешь, соответственно, опасно. Когда люди ходят, тоже того, где кого-нибудь обольют. Судя по отчетам, в понедельник утром дорожное городское хозяйство выслало на место и лососную технику. Что она там делала, история умалчивает. Наша съемочная группа была на улице Петрачкова около полудня. Техники не было, а лужа прибывала. Как и гнев горожан. По тротуару пройти, надо переобходить здесь, вот там, кругом. Это что делать, что ли? Или вот здесь идти. А если мне, предположим, надо с той стороны пройти, я думаю, что должен, ходить в сапогах резиновых, что ли? Температурные качели тоже вносят свою лепту. Жители то утопают в воде, то скользят по льду. Алина Агашина, Григорий Мартиянов, телекомпания «Барс». В Ивановском энергоуниверситете в понедельник вручали городские награды преподавателям и сотрудникам. Торжественная церемония в конце года уже стала доброй традицией, но впервые она прошла не в актовом зале, а в учебной аудитории. Расскажем, почему и покажем, как это было. Да, это не актовый зал, но и не просто учебная аудитория. Подобного научно-образовательного пространства, говорит ректор, больше нет ни в одном вузе страны. Это часть нового центра компетенции по релейной защите и автоматике. Обустроить его в стенах энергоуниверситета помог стратегический партнер ЭГУ «Концерн Росэнергоатом». Здесь мы прежде всего будем заниматься повышением квалификации и переподготовкой кадров для реального сектора энергетики, промышленности. И кроме этого, эти лаборатории также будут задействованы при подготовке наших студентов по профильным направлениям подготовки. Кстати, именно релейную защиту и автоматику изучает четверокурсница Анастасия Ткачева, которая на прошлой неделе на пресс-конференции в информагентстве ТАС спросила гендиректора Россетей Центр о трудоустройстве без опыта и фактически гарантировала себе рабочее место. Студентку уже пригласили на экскурсию и на преддипломную практику в Эфенерго. Кузнецей кадров для энергоотрасли всей страны называет Ивановский энергоуниверситет председатель Гордума Александр Кузьмичев. Сегодня мы награждаем выдающихся наших ученых, работников нашего университета для того, чтобы им сказать еще раз славу и благодарность за их действительно титанический труд, направленный на то, чтобы хорошие квалифицированные кадры работали в нашей отечественной энергетике. В свою очередь, предприятия энергетики вкладываются в оснащение ВУЗа, в модернизацию его материально-технической базы. В рамках сотрудничества с энергоатомом здесь также восстанавливают высоковольтный зал. Работы по обустройству испытательно-сертификационного центра высоковольтного оборудования идут полным ходом. Активно сотрудничает ВУЗ и с ивановскими компаниями. Открываются совместные кафедры и лаборатории. Татьяна Прокопенко, Максим Шишкин, телекомпания «Барс». Сейчас мы прервемся на короткую рекламу. И вот о чем расскажем далее. Очень жарко. Плохо видно. Страшно. Иду. Сменить микрофон на тяжелую униформу и каску. Несколько журналистов региона перевоплотились в огнеборцев. На пару часов тушили пожар и искали пострадавших. Будем веселиться. В Иваново на карете прибыл Дед Мороз. Его встречали детвора и наша съемочная группа. Впервые в Ивановской области у каждого из вас появляется уникальная возможность обратиться в новогоднюю ночь с поздравлением к своим друзьям, родным, коллегам и всем-всем-всем. 31 декабря, незадолго до боя курантов, на телеканале «Барс» мы покажем самые оригинальные видеопоздравления жителей области. Запиши свое поздравление с Новым годом на телефон и отправь нам в мессенджеры «Барса» или в наши группы в соцсетях. В новогоднюю ночь твое поздравление увидит вся Ивановская область. А лучшие поздравления мы отметим фирменными призами. Спешите! Поздравления принимаются до 12.00, 28 декабря уходящего года. Мы смотрите программу «Губерния» и мы продолжаем. Сменить микрофон на тяжелую униформу и каску. В понедельник несколько журналистов из нашего региона смогли почувствовать себя в роли огнеборцев. На базе второй пожарно-спасательной части для них был организован квест «Реальные пожарные испытания стихий». Эстафета состояла из трех этапов. Наша Алина Марчева на несколько часов облачилась в пожарную экипировку и испытала горячую профессию на себе. Нас мало, но мы в пожарных касках и не только. В гостях у второй пожарно-спасательной части четыре журналистки из разных СМИ нашего региона. Сегодня мы не конкуренты, а напарники. Все мы знаем, что 27 декабря в России отмечается День спасателя. В преддверии этого праздника мы решили провести квест для представителей средств массовой информации. Хотели показать, как вообще почувствовать себя пожарным спасателем, рассказать о их профессии и ощутить все это на себе. Сначала инструктаж. Экипировка, конечно, не по фигуре, как любят дамы. Зато спасает и не только от огня и жара, а также от влаги, механических повреждений, а обувь еще от электрического тока. При помощи ремней вся одежда индивидуально подгоняется под каждого. По отдельности вещи почти ничего не весят, а вот вместе от 12 до 15 килограммов. Надевать униформу нужно в определенном порядке. Сначала штаны, а затем подшлемник, куртка, ремень, на которой еще должны вешаться топор и карабин, каска и краги. Реальная пожарная должна одеться минимум за 21 секунду, максимум за 27. У нас же на это ушло несколько минут и без вмешательства профессионалов не обошлось. Переходим к следующему этапу – боевое развертывание. Сначала нужно проложить рукавную линию и подключить ствол. Здесь у нас идет расход от большего к меньшему. То есть ствол может давать от 2 до 8 литров в секунду. Затем потушить пожар. Она стоит, старается. Стрость здесь подается в двух видах. Она бывает компактной и распыленной. Но сейчас как раз компактная, она точно направляется в цель. А теперь давай включим вторую. Распыленная. Распыленная. Другую сторону. Вот, она уже во все стороны. Это цветочки, говорят, пожарные. Дальше самая сложная – теплодымокамера. И снова надеваем экипировку. Плюс 9 килограммов – дыхательная пара с сожжатым воздухом. Голубая кнопка на маске для подачи воздуха из баллона. Пока готовимся, слушаем лайфхаки от МЧС. Отпрыгиваем вверх. Еще раз. Вот. То есть для того, чтобы аппарат подтянуть, то есть, как правило, подпрыгиваешь, он облегчается и в этот момент подтягивается. В команде два корреспондента и командир звена. Первое задание – найти в задымленной комнате двух пострадавших. Проверить нужно везде. За шкафом, батареей, под кроватью и стульями. Из-за высоких температур передвигаемся на коленях или ползком. Действуем на ощупь. Иногда задачу облегчает фонарь видеокамеры. Последнее – лабиринт. Узкий, со множеством поворотов и препятствий. Очень тяжело, очень жарко, плохо видно, страшно. Иду. Слышишь, только собственное дыхание. В какой-то момент мы там запутались в этих металлических каких-то сетях, в общем, в ремнях каких-то. В общем, потерялись. Кто-то мне стукнул по голове, в ремнях ногой. В общем, было очень страшно. После этого квеста сегодняшнего я понимаю, что спасатели, пожарные – это наши герои. Я в очередной раз в этом убедилась. Большое им спасибо, что они есть в нашей жизни. Сначала из дыхательного аппарата выключается командир звена. И только потом все остальные. Квест пройден. Для всех он стал серьезным испытанием на выносливо силу самоконтроль. В реальной жизни такая эстафета может стоить жизни. Ведь в задымленной комнате не будет света. Пострадавшего нужно не просто найти, но и безопасно эвакуировать. Маршрут лабиринта неизвестен и втройне опаснее. Сопровождается обвалами повсюду огонь. Кстати, во время нашей эстафеты одна из команд огнеборцев отправилась на реальный пожар. На сборы и выезд ушло меньше минуты. Алина Марычева, Максим Шишкин, телекомпания «Барс». Да, вот такие вот подарочные квесты устраивают нашим журналистам. А, например, Ивановский цирк для детей-участников СВО показал новую программу «Айсберг». Настоящий лед, белые медведи и счастливые зрители. Все подробности у Юлии Семиной. Новый год уже близко. На ледовом шоу 1300 зрителей встречают артистов. Росгосцирк дарит семьям участников специальной военной операции бесплатное представление новой программы «Айсберг». Сегодня они выступают добрыми волшебниками в преддверии такого замечательного праздника. Они подарят людям веселье, прекрасное настроение и положительные эмоции. Надо отметить, что Ивановский государственный цирк не в первый раз проводит такие представления, дает бесплатные билеты. Продюсеры и композиторы программы «Айсберг» – участники СВО. Представлению уже 7 лет. Премьерное выступление было в Твери. 30 артистов и 10 человек технического персонала со всей России. Ну, расскажите вообще, какие у вас впечатления от программы? У меня большие впечатления о том, что, так как сказать, тут все очень удивительно и люди очень способны к всему. А тебе как? То, что тут, в этом цирке, мы смотрим на всякие новые представления. Мне очень понравилось, и мне очень понравилось, что все выступают на коньках. Запомнился больше момент, когда там прыгали на вот этих огромных колесах, которые крутились. Прямо аж захватывало дух. Что тебе больше всего запомнилось? Как там дядяки на колесах вот этих вот крутились. Очень прикольные цвета на рядах. Лед настоящий. Акробаты, жонглеры, велофигуристы. За счастливые лица зрителей в этот день отвечали артисты цирка. Вот клоун-хоккеист. Андрей Машонкин больше 30 лет работает в цирке. Говорит, за эти годы стал смелее. Кататься на коньках научился с нуля за два месяца. Шутку говорит. Получил разряд юного фигуриста. Мы с удовольствием, все артисты сейчас с удовольствием работают вот это представление. Поэтому мы понимаем, что мы нужны людям, нужны детям. Совсем другая атмосфера в зале. Совсем другая атмосфера в манеже. Совсем другая атмосфера за кулисами. Поэтому мне вот это очень нравится. Мы с удовольствием в этом принимаем участие. К благотворительной акции присоединились все участники циркового конвейера. Для Росгосцирка это жест неравнодушия и внимания, особенно к детям тех, кто стоит на защите нашего государства. Юлия Семина, Максим Шишкин, телекомпания «Барс». В субботу в Иваново приехал Дед Мороз. На карете он проехал по центральным улицам. На площади Пушкина повеселился с детворой. Давайте послушаем тайные желания юных ивановцев. Мороз и солнце, но нет дождь и скользко, и слякоть. Но Дед Мороз обещал быть при любой погоде. Давайте ждем. Год заканчивается, а ожидания Нового года начинаются с приезда в город Деда Мороза. Вот сегодня мы встречаем нашего дорогого гостя. Будем надеяться, что Дед Мороз привезет нам и настоящую зиму, и счастье, и радость. И, конечно, все наши ожидания и мечты сбудутся в следующем году. Что касается новогоднего городка, он тоже сегодня начинает свою работу. Обновили домики, поставили горки. Будем надеяться, что погода не подведет, и мы действительно сможем здесь нормально гулять каждый день. В отличие от Мороза на улице, Дед Мороз себя ждать не заставил. В полдень субботы он стартовал от ЦКИО. Проехал круг по центру города. В половине первого был на площади Пушкина. Спешите все на главную елку города. Будем веселиться. На площади Пушкина Деда Мороза ждали дети и их родители. Приветствовали, махали ручками. На сцене зимний волшебник шутил, загадывал загадки, танцевал и обещал исполнить желания маленьких зрителей. Вот что придется наколдовать. Коньки. Медведя большого. Дед Мороз нам подарит мягкую игрушку. Сладкие подарки, потому что мы очень любим конфеты. Сладкие подарки. А еще? Игрушка. Балочка, которая на елке, она волшебная. Машинку. Какую? Фотошки генят. Дочка загадала игрушку под елочку. Всполнить дедушку. Обязательно. Гуляния на площади Пушкина будут проходить до 7 января. По вечерам с 18 до 19 часов будет работать анимация для детей. А 1 и 7 января ивановцев и гостей города ждут концерты. Дарья Костина, Максим Шишкин, телекомпания «Барс». Ну и под занавес выпуска расскажем о погоде. Счастье в каждый дом. Где это видано? Где это слыхано? На весь новогодний ассортимент 50% скидка. В «Уни-доме» с 22 по 31 декабря. Во вторник в нашем регионе нас ждет пасмурная погода, снег. Температура воздуха днем в районе минус 2-4 градусов. Ветер восточный, 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление ниже нормы и составит 730 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 94%. По прогнозам синоптиков в ближайшие дни ожидается похолодание. Временами небольшой снег. Текстильный центр «Рио-Иваново» дарит новогоднее настроение и скидки. Весь декабрь. Распродажи по специальным ценникам в каждом магазине. Приятных покупок. Ну вот такими были события этого дня. Я с вами на этом прощаюсь и желаю всего только самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова